Приветствую! Так, со звуком Смешка уже лет 15 Так Что это право? Так Хорошо слышно, да? Сейчас я тут одного деятеля Вот этого Поприветствую Сейчас мы про них еще поговорим И все Теперь медос появился Ну так и друзья, он сейчас будет Весь вебинар у нас под Какие не будем твои Комментарии идут Все равно без толку Не, ну Алексей, если Как бы это просто Его самого надо забрать права По тому, чтобы он мог писать Нет, Макс, чат мы закрывать не будем Это не в традициях, то есть наоборот Мне очень нравится, когда люди пишут Общаются, это правильно И реакция на такого рода додиков тоже, так сказать Она правильная Вот, поэтому Здесь Вот Поэтому Здесь, ну скажем так Не будем Единственное, что когда Начинают Писать откровенное хамство Откровенно это, я просто отключаю права На общение в чате И пускай входят под новыми Вот, и они обычно начинают входить Вот Разными именами Там, так сказать Ну, поэтому Если атака спланированная, как мы видим То они сразу Вводят несколько Ну, в начале вебинара Несколько Аккаунтов И с них начинают писать Ну, я обычно перед началом вебинара Просматриваю И вот таких вот додиков Которые там входят Там, лохотроны Пирамидосы Там, еще, еще, еще Так сказать Вот Я их сразу отключаю Ну, и когда начинают писать Тоже, так сказать Вот Ну, друзья, я думаю, что реакция Вполне, как бы Адекватная То есть, это люди Специально направлены на то Чтобы сорвать вебинар На то, чтобы именно Откровенно хамить Там, они В перископе Ну, когда я тоже Тут же сразу В черный список Ну, что-то матом пишут И все, так сказать Ну, это, друзья, общая культура А потом, это еще и анонимность И Весь вопрос Безнаказанность Вот И здесь Как раз, друзья, давайте Вот Раз с этого Началось Ну, этот разговор Этот Ну, то Давайте его сейчас Тем более, это одна из тем Которую мы сегодня И хотели обсудить И с Анатолем Дуаровичем Юницким Мы очень Вот эти вот несколько дней Вчера, позавчера Очень подробно Вот Вы помните, что где-то месяц назад К нам попросились Так Чуть выше камеры Вот так Вот так Это все хорошо будет? Вот Это у меня тут камера Нет Это как Наоборот Вот так Вниз Вот так Ну, давайте так Сейчас тут Перископ тоже У меня две камеры Что с одной Привет умнейшие люди Почему-то Матом пишут В основном Пирамидохи Вот Так Так Что это? Помните, да Что у нас было И Репортажи В Перископе Я показывал целый день Работы Конструкторского бюро Вот Вот Лохотрона А второе Это подготовка Берлинской выставки Мы как раз два Эти вопроса Сейчас очень Так Давайте Я отвлекаться уже на чат Больше не буду Потом уже Когда Алексей будет выступать Если что надо Подчистим Вот И Так как это была просьба двух издательств Одно издательство Это У нас Популярная Механика Вот Журнал Второй Это онлайнер Белорусский интернет Портал Который там пишет о новых инновациях Они Эти журналисты сами Попросились к нам на встречу И для них как раз Было сделано Репортаж Мы параллельно Отсняли весь рабочий день Генерального конструктора Денис Юницкий снимал А я провел Где-то больше шести часов Именно В перископе Для того чтобы показать Всю работу И для этих двух издательств Юницкий сделал очень Такую Раскрытую Презентацию Которая также была В перископе И сейчас она на наших Ресурсах лежит Соответственно Ну то есть Кто хочет Это может посмотреть В Ютубе И очень много Мы говорили о проекте Потом поехали В производственные Мощности Которые На которых создается Сейчас Юнибайк И именно Юнибус Которые едут в Берлин Они уже готовы Я потом прокомментирую Качество этих машин Все это уже эмоции Скажу Пока по фактам И Была отснята Команда Которая работает И действительно Это команда Которая в большей части Перешла к нам От ее мобиля Вот Кто создавали эту машину И кстати Тогда мне только стало понятно В чем была Уникальность Идеи вообще Ее мобиля И насколько действительно Они претендовали На мировое лидерство Но из-за Такого исполнения И реализации Проект не пошел Потом мы поехали В эко-технопарк В Марьину Горку Как раз там Заканчивались уже Бетонные работы По строительству Анкерной опоры Как раз Тогда же Началась Заливка Уже первой Грузовой Анкерной опоры Мы посмотрели Как всегда Сад огород Как мы его называем Скай огород То есть именно Технология Которая Будет параллельно Запускать Новые почвы И нагружать Опоры Юницкий Для наших инвесторов Из Израиля Буквально за неделю До этого Объяснял Мы То есть они тоже задавали вопрос А зачем огород На крыше станций На что Юницкий сказал Понимаете Нам надо либо дополнительно До тысячи тонн Бетона А это просто бетон И железо Бесполезно Либо догружать это почвой И зачем пустую почву использовать Это можно озеленять И делать огороды То есть это все делается со смыслом Чтобы Возвращать первую почву В оборот А второе Так как мы создаем сегодня Гумус То есть это крайне производительный Ну производительные черноземы Соответственно это Дополнение функций То есть это более оптимальное Использование Ну скажем так Земли И так далее И эти наши израильские друзья Поняли И эти журналисты Насколько я Тогда мог судить Тоже это поняли То есть Идет рациональное использование Ну и второе Юницкий несколько раз повторил Что год назад То есть 25 июля Мы только сюда объехали Получили землю Там Здесь был танковый полигон Заросший кустарником Ну с рытвинами Все Сейчас это красивейшее место Там сидит около 6 тысяч фруктовых деревьев Там Виноградники Там Зеленая трава Все ухоженно Идет строительство И как раз это демонстрация Экотехнопарка Что даже во время строительства Можно рядом разводить сады Что земля не убивается А наоборот Там где будет даже Проводиться испытания Там будет все Растись И это будет зеленый экотехнопарк То есть И это как раз совмещение Сразу нескольких функций Это в том числе демонстрация Я друзья Зачем это все Как бы говорю Потому что Это все есть в записи В перископах В перископе И сейчас в ютубе Мы все это покажем И вот две группы журналистов Были Смотрели Юницкий провел с ними Очень много времени Я провел То есть очень много ответов На вопросов То есть мы Шесть часов мы Потом пока ехали В Мариону горку Это шесть часов только репортажей Друзья было А еще же помещение Вот И в общем то мы Остались довольными друг другу Расстались После этого Выходит статья В популярной механике А что было понятно Друзья Популярная механика журнал Это американское издание Американское еще раз повторюсь Издание Вот оно имеет отделение В шестидесяти странах мира В том числе и России И у нас были корреспонденты Московского офиса Американского журнала Популярная механика Вот Они сделали статью Вы все это видели Очень грамотное Конструктивное Мы еще выяснили Что один из журналистов Еще в 2003 году Был у нас в озерах Писал про Тогда технопарк Про технологию Которую там Поддерживал Лебедь Александр Иванович И в общем то Очень интересная Позитивная статья Мы все порадовались Тем более что Я был в Новосибирске И это как раз На позапрошлую неделю Он только вышел В здание И люди бегали По всему Новосибирску Скупали эти журналы То есть он пользовался И как вы видели Очень интересные отклики Они еще специально для нас Это как подарок Именно к открытию Экотехно К демонстрации В Берлине Сделали специальное издание В общем друзья Чтобы я повторю Бесплатно Чтобы было понятно Где SkyWay Вынесен на супер обложку Специально обращен Там еще когда разворачиваешь журнал С супер обложкой Именно SkyWay Технология Со всеми иллюстрациями И это как раз Те журналы Которые прям повезутся В Берлин И будут раздаваться Там участникам Именно Инотрансы То есть это специально Как бы их такой подарок Нам Для того чтобы А сейчас готовятся Издания еще по моему На трех или на пяти языках Где они Эту статью будут Перепечатывать В основных своих изданиях Там англоязычной Немецкоязычной Испаноязычной И еще по моему Даже китайской Язычной То есть это переговоры Идутся Друзья это конструктивная работа И мы увидели единомышленников Очень интересных Ребят Так сказать это А рядом ходили еще два додика Два деятеля Которые представились Что они из онлайнера Очень популярного журнала Интернет издания Действительно популярного Как оказалось издания Вот Они тоже просмотрели Они слышали все то же самое Они слышали те же разговоры Все те же записи Что сегодня есть То есть они сами записи не вели То есть они не снимали Ни на диктофон Не записывали Вот Они слышали все то же самое Что это Но позавчера Вышла статья в онлайнере Мне Статья вышла в восемь утра И буквально в восемь десять Мне уже пришло На почту Где-то около десяти Пятнадцати писем Где сказали Ребята мы ждали статья Что это такое Кто это писал Я открываю статью Друзья И я не поверил сначала своим глазам Просто не поверил Потому что Когда я прочитал Я могу сказать Что это писал Недалекий идиот Просто к технике Не имеющий никакого отношения Но Я могу сказать Он еще Очень тенденциозно Подал материал Таким образом Что его пригласили жулики Во-первых его никто не приглашал Во-вторых Он переврал И абсолютно То есть За это как раз Друзья придется отвечать В том числе и в суде Потому что в заголовок Было вынесено Что Эллен Маск идиот И несите деньги к нам Юницкий никогда этого не говорил Он всегда К Эллену Маску Относится с уважением Хотя бы потому что Это довольно таки Серьезный и футуролог И бизнесмен Уровня Поэтому другое дело Что Юницкий комментировал Технические ошибки Которые он совершил При создании концепции Hyperloop Вот кстати На прошлой неделе У них Произошла очередная Ну скажем Очередная неправильно Сказать А трагедия Взорвалась этот Falcon 9 Еще что интересно Друзья Со спутником Фейсбука Который должен делать Бесплатный Wi-Fi В мире То есть они Первый спутник Начали К счастью Никто не пострадал Но ракета На взлете взорвалась Поэтому вот этот Концепт многоразового использования Сегодня Многоступенчатых ракет Он опять стоит под вопросом А с точки зрения Нашего трактования Так это вообще Тупиковая муть И еще на прошлой неделе Илон Маск признал О том что Сегодня стоимость Hyperloop Не удастся сделать Ниже скоростных Железных дорог То есть ниже 100 миллионов долларов За километр И что на ближайшие 5-8 лет Не удастся создать Прототип Этой технологии Потому что технологически Это все оказывается Намного сложнее Чем было в первом И в этом плане Друзья А мы И на трансе Как раз На одной площадке И мы будем Стенды у нас Недалеко друг от друга Вот А мы друзья Привозим готовую машину Которая показывает Действие технологии Уже в этом году И именно с Берлина Эта машина приедет В Марьину Горку К этому времени Уже будет завершаться Монтаж путевой структуры И она начнет Ходовые испытания То есть мы друзья Не просто так Говорим о технологии Мы уже приступаем К ее демонстрации И вот этот вот Деятель Почему друзья Я очень подробно Об этом говорю И здесь Я тоже на это Хотел бы остановиться Я думаю Что Эта запись Обязательно уйдет К этим додикам Они обязательно посмотрят И я думаю Что мы в суде С ними встретимся В лично Потому что я технологией Занимаюсь Семнадцатый год То есть когда говорят Что это технология Для лохов То прежде всего Это про меня Значит первый лох Который Сегодня в проекте Который семнадцать лет Ну семнадцатый год Шестнадцать с половиной Даже по дням могу сказать Когда я познакомился С Юницким Вот То получается Вот видите Сейчас Алексей Покажет Несколько фотографий То есть это строительство Первого технопарка В озерах В двухтысячном году В двухтысячном году Вот И соответственно Значит Меня называют Сегодня Лохом Который Семнадцать лет назад Поверил в технологию Но самое главное Друзья Я теперь еще и лохотронщик Потому что я теперь Рассказывая технологии Призывая людей Входить в наш проект Я ищу людей Обманываюсь То есть я теперь Профессиональный Лохотронщик То есть занимаюсь я проектом Шестнадцать лет Краудинвестинг Мы делаем только Три года Значит получается До этого Тринадцать лет Я был тот Кто продвигал инновационную технологию А сейчас Когда мы строим Делаем Показываем Я теперь превратился В лохотронщик Вот Я вот этому додику Вот А почему я это сейчас так говорю Потому что Самая вот эта статья Вот понимаете Мы столько грязи про себя читали Там и про Юницкого И про меня И про его семью И там про все на свете Вот Это вызывает одни вопросы А вот друзья Когда начинаешь Читать комментарии К концу дня Эту статью прочитало Более пятидесяти тысяч человек Так я к тому Что издание действительно Популярно Так вот Комментарии Когда начинаешь Ну понятно что На статью пишут Там пишут Идиоты Там было несколько И даже мне писали Там наши друзья Когда они пытались … Когда Н combined вопрос, ребята, а вы разбирались в технологии, а вы пытались задавать вопросы, а вы что-то, когда начинали конструктивный задавать вопросы, так вот, их тут же блокировали в онлайне. То есть, когда люди писали посадить, отобрать в сумасшедший дом этого гада там, ну, это про Юницкого и про всю команду, там, чуть ли не накал, это все нормально, онлайнер такие комментарии пропускал, а когда люди начинали писать, что, друзья, вы не объективно оцениваете информацию, есть еще ряд факторов, их тут же банили. То есть, это говорит о том, что, друзья, это и сама команда, и онлайнер, и журналисты, это чисто заказной характер. Абсолютно заказной. И, друзья, еще интересно, ровно за неделю до инотранса. То есть, когда осталось, уже вывозят на следующей неделе в инотранс, когда к этому самый большой интерес, выходит вот такая статья, поднимается такой вопрос с призывами правоохранительным органам разобраться, наказать, отобрать, выгнать из Белоруссии. Выгнать из Белоруссии, друзья, где мы строим, куда приезжают мировые лидеры для того, чтобы смотреть технологию, пишут «выгнать из технологии, а Юницкого посадить». Так, друзья, какую цель преследовал тот, кто писал эту статью? Вот я вам задаю вопрос. Какую? Это не просто дать информацию. Потому что 400 комментариев, которые я прочитал, в основном были «жулики, мошенники отобрать, посадить, выгнать из Белоруссии и снести». А, друзья, нас уже сносили, Алексей говорил, когда продемонстрировали президенту Медведеву, вот этому, который сейчас в Единую Россию возглавляет, и на выборы опять идут, они там опять чего-то обещают. Соответственно, когда ему показал Сергей Морозов, это губернатор Ульяновской области, где, ну, какой у нас, и тогда и сегодня наш союзник. Так вот, после этого снесли полигон, просто сравняли с землей, разрезали в течение ночи и вывезли. С предлогом, что нам это не надо. Так вот, друзья, мы это проходили. Так вот, сейчас этот онлайнер, белорусское издание, призывает уничтожить полигон, посадить Юницкого и убрать это из Беларуси. Так вот, друзья, а какую цель они преследуют? Если в Берлине мы показываем готовые машины, если в октябре мы начинаем демонстрировать и приглашаем заказчиков и инвесторов на миллиарды долларов для того, чтобы это... И вот здесь, вот, друзья, ответьте с трех раз. Кому это надо и что это... И еще меня очень порадовало интересный момент, что фотографии там много они показывали, ЗИЛ и так далее, и так далее. И почему-то самым крупным планом показали фотографии, где Юницкий стоит с Дуботовкой, с кем мы недавно судились, доказали, что он мошенник и жулик, и, соответственно, его заставили убрать и фотографию упоминания о Скайвее, что он автор технологии со своего сайта. И неожиданно онлайнер показывает фотографию о том, что в Озерах в 2001 году строил Юницкий и Дуботовку. Интересный факт. Так вот, друзья, я могу сказать, что этого рода, то есть, почему я на это реагирую и могу, могу так четко это сказать, что, друзья, я не согласен с тем, когда меня называют... Вот эта фотография, да, то есть, где Дуботовка стоит, Юницкий, когда первый прогон и, соответственно, машину для того, чтобы показать, что это рабочий механизм. Так вот, друзья, я не согласен о том, что я лох и занимаюсь лохотроном. Я готов это аргументировать. И аргументов, друзья, вот здесь переходим к второй части, у нас очень много. То есть, сегодня приготовлено к демонстрации и в 21-23 сентября будет продемонстрировано две электромашины транспорта второго уровня, это Юнибайк и Юнибус 14-местный, это новое слово в технике и в транспорте. И мы показываем новый концепт развития вообще мировой транспортной отрасли. Теперь второе. Юнибайк, который сегодня и Юнибус, который сделан, это мирового уровня машина. Она настолько качественная, она настолько инновационная. Я не буду ряд людей, хотя, конечно, хочется несколько вещей рассказать, которые я знаю, но это все покажем в репортажах именно уже с Берлина. Вот. Там все инновационное. Сама машина, сама концепция второго уровня, энергетика, на которой она будет работать. Даже пол в этой машине, друзья, и тот инновационный, и потолок, и тот инновационный. Какой говорить не буду. Хотя знаю. Вот. Но тут есть вопрос, что многие вещи нельзя, нельзя. Так, да, Перископ, Эдуард пишет, Перископ слетел. Да, сейчас пытаюсь запуститься еще раз. Так, подождите буквально, друзья, секундочку. Все-таки еще не до конца надежно работает. Вот. Так, все, пошел у нас Перископ опять. Так вот, друзья, как увязаны два эти события. То есть, чтобы понимали, почему мы сегодня уделяем этому, что такого рода деятели активизируются. И сейчас вы видите на наших вебинарах, на наших, это самое, тут. Алексей, где зарплату забирать за мое строчение. Видите, то есть, они периодически забираются, эти деятели, к нам. Вот. И, соответственно, сегодня с демонстрацией и запуском технологии, они еще более активизируют. Мы об этом предупреждали, говорили, что теперь начинается уже и конкуренция. То есть, когда сначала это было непонятно, какие действия, непонятно, кому нужна технология, непонятно, что чудики создающие. Сегодня, когда начинает демонстрироваться, делаться и уже заказчики подходят к реальным проектам, а мы начинаем уже в этом году, и Ротхук в сентябре будет, ну, именно и на трансе рассказывать о первых адресных проектах, которые уже запускаются в Австралии. Вот. Соответственно, это все активизируется. И здесь как раз, вот, если по этой статье, по пунктам, ну, первое, что там, никто не даст, ни что это в Беларуси, для белорусов этого быть не может. То есть, это ответ, я сразу сказал, Анатолий Дуарович, не обращайте на это внимания, потому что в своем отечестве пророка не бывает. И то, что белорусы, опять же, вот такой взящий, то есть, какой белорус, компанию, 400 миллиардов долларов, мировой, тогда что в Беларуси может вообще вырасти? Вот, друзья, мы это слышали, это еще со времен, ну, там, давних-давних библейских написано, что и в своем отечестве, и второе, что хорошего может выйти, там, из Гомеля. Вот. Соответственно, это их плебейское вот это чувство о том, что дайте нам лучше три копейки, или там даже комментарии были лучше, картошкой засадили этот полигон, было бы полезно. Вот. Это одно. Второе, это обвинение в лохотронстве, о том, что обманывают людей, обманывают инвесторов, и, соответственно, все, кто вкладывают деньги, вы сегодня потеряете. Вот. Здесь, друзья, мы отвечаем о том, что мы создаем высокорисковое сегодня предприятие, это научно-техническая компания, которая занимается венчурным внедрением проекта. И рисков сегодня настолько много, что сегодня утверждать или делать мы сегодня абсолютно не вправе гарантировать людям и первый возврат инвестиций, и второй доходность, в которой говорим. Но, так как мы работаем в направлении снятия этих проблем и снятия рисков, то первый риск, который мы снимаем, это технологический риск. Это первое. То, что от нас зависит, показать, есть технологии, нет технологии. Это в сентябре и в октябре продемонстрировано будет, и это начнется уже испытание, мы все это будем показывать. То есть эти риски уйдут. Следующие, друзья, риски, которые вступают, это конкурентные, это экономические, это политические. Мы не в состоянии отвечать сейчас за то, что будет происходить. Вплоть до того, что, вот, представляете, после этой статьи правоохранительные органы Белоруссии придут и, там, арестуют этот полигон или спилят, там, или еще, как это произошло в России. Друзья, как можно против этого говорить что-то, сайли против, как мы можем на это повлиять? Это, друзья, мы будем доказывать, показывать, обосновывать. Вот сегодня я могу сказать, что после наших попыток работы в Литве, которые тоже привели к хоть не очень приятным последствиям, могу сказать, что у меня все-таки надежда, что власти и руководство Белоруссии, это благоразумные люди, которые понимают, что мы делают, хотя бы из-за того, что они очень пристально следят за тем, что делает Юницкий конструкторское бюро и компания в целом, и они видят, какой интерес есть сегодня у разных правительств, у разных развивающихся стран, какие инвесторы сегодня, мы не скрываем, особенно для них, с кем мы ведем переговоры по именно дальнейшей работе. Поэтому, соответственно, эта работа ведется, и я думаю, что разумности и сегодня того, что мы сделали, уже достаточно в доказательном плане, чтобы не было, скажем так, вот таких вот откровенных, ну, идиотских шагов. Но, друзья, никто не отменял конкуренцию, и конкуренции так как такие серьезные конкуренты, которые могут и проплачивать взятки, и организовывать компромат, и организовывать диверсии, соответственно, дальше развитие может быть какой угодно. И поэтому мы говорим, что даже после сентября и октября, когда начнется демонстрация, венчурность из проекта не уходит. То есть снимаются сегодня технологические риски. Это то, что от нас зависит, то есть продемонстрировать, создать машину, продемонстрировать, создать путевую структуру, показать, что все это работает и на том уровне, которым это декларировалось три года назад, когда люди приходили просто на доверие к тому, что мы говорили и тому, что показывал Юницкий. Сегодня, друзья, это уже не пустое доверие. Сегодня тот, кто видит репортажи, тот, кто следит за развитием, он видит, что строится путевая структура, строится машина, все это испытывает, делает, и это показывает те результаты, которые декларируются. Это значит, что следующие результаты, которые декларируются сегодня, они также будут продемонстрированы. Но, друзья, здесь нет ничего нового. Мы показывали о том, что в 2001 году путевая структура уже была создана. Была создана машина лаборатория ЗИЛ-131, которая показала возможности о том, что путевая структура весом меньше 100 кг может выдерживать до 16 тонн нагрузку. Это именно лабораторные испытания, точнее, стендовые испытания с помощью лаборатории ЗИЛ-131. Кстати, мы уже говорили, что нам тут сообщили, что нашли этот ЗИЛ в разрушенном состоянии, и мы на себя как раз сейчас хотим его восстановить. Видите, тут полностью эргономичные кресла для наших юнибайков, которые именно индивидуально сделаны под конкурентом корпорациям. Вот. Это вопрос мне сейчас в перископе задают. Я почитаю, как вы собираетесь противостоять крупным корпорациям и конкурентам? И здесь как раз, друзья, это мы переходим ко второй, не то что ко второй, а следующей части, что когда мы демонстрируем, и здесь, друзья, идет два процесса, очень важных, и они сопряжены одним с другим. Возникает конкуренция, противостояние, но с другой стороны, друзья, это у нас появляются сегодня очень серьезные, влиятельные и богатые союзники, очень серьезные и влиятельные политики, которым эта технология нужна. И таким образом идет два процесса. Один, это начало серьезного противостояния конкуренции, с другой стороны, это сбор большого количества союзников, которые начинают нам помогать, и этот процесс, как динамическое равновесие, просто выходит на новый уровень. Поэтому мы не боимся сегодня врагов и конкурентов, потому что у нас появляется большое количество друзей и союзников. И это тоже очень важный вопрос. И по влиятельности во многих странах мира, во многих корпорациях, это очень серьезные сегодня люди и компании, и структуры, и банки, и фонды. Поэтому, друзья, это естественный процесс, и так как то, что мы сегодня создаем по нашему абсолютно глубокому убеждению, это необходимо 99,9% в периоде, процентам населения Земли, это необходимо сегодня для развития цивилизации, это необходимо для того, чтобы мы вышли на новый качественный уровень. Поэтому мы делаем нужное, полезное дело, поэтому у нас будет союзников больше, чем тех, кто будет этому противостоять. Вот. Поэтому, друзья, видите, как сегодня я вот для вот этих друзей из онлайнера могу сказать, что, друзья, ваше время, когда вы можете безнаказанно нести чушь, безнаказанно врать, то есть просто врать то, что сказал Юницкий, бездоказательно утверждаем. Это можем подтвердить свой слой, потому что все интервью, которые он говорил, записаны в видеорепортажах. Все. Поэтому все слова, которые сегодня перевраны, все слова, которые специально интерпретированы таким образом, чтобы ввести в заблуждение людей, кто уже в проекте, ввести в заблуждение, кто только усложил и просто откровенно оклеветать, это, друзья, за это надо отвечать. То есть и здесь как раз интернет у нас, ну, он славится тем, что люди могут безнаказанно писать маты, безнаказанно входить под разными аккаунтами и нести всякую хрень. Вот. То здесь, так как онлайнер это популярное и официально зарегистрировано средство массовой информации, то ему придется ответить за то вранье, которое они сделали. Это я не то, что угрожаю, друзья, это факт медицинский и мы с вами обязательно это увидим, потому что безнаказанно это не пройдет. И здесь, кстати, уже мы связались с издательством и издательство уже открестилось, что сказали, это личное мнение журналистов, а мы здесь ни при чем, хотя они банерили им на это. Тоже у нас есть доказательства о том, что люди, которые пытались высказать конструктивную точку зрения, их тут же блокировали. Вот как я сейчас блокирую идиотов, которые пишут просто всякую ерунду, вот, ну просто срывая вебинар, ну или там отвлекая внимание. Вот. Так вот, в онлайнере было наоборот. Люди, которые писали не посадить, отобрать, сжечь накол, это они все оставляли. А те, которые писали, что друзья, вы все ли факторы учли? А как насчет берлинской выставки, где будет продемонстрирована машина и начало испытаний? Вот таких людей сразу блокировали в этом онлайнере, поэтому я однозначно могу сказать, что это не объективная статья, а заказная статья. И она направлена на тех конкурентов, которые не заинтересованы, чтобы технология развивалась в Белоруссии, чтобы эта технология готовилась и выходила на мировой рынок и в Марьину Горку, и в том числе в Белоруссию пришли большие инвестиции. Вот те люди, которые это все заказали, организовали, делали, это именно такого плана. И мы это докажем, и мы это в суде обосновим, и мы заставим их сделать опровержение и заставим их написать объективную информацию. И это, друзья, обязательный процесс, потому что такие вещи безнаказанно оставлять нельзя. И я сразу обращаюсь ко всем, у кого дальше будут еще такие поползновения перебрать или там каким-то образом выдать желаемое за действительность со своей точки зрения. Ну, а тем более, когда просто юниткому приписывают определенные слова, которые он мне говорил, это уже, друзья, просто мошенничество. И за это тоже придется ответить, в том числе и деньгами. Но это то, что касается вот этих нашего взаимоотношения. А для нас, друзья, для тех, кто в процессе, для тех, кто работает, для нас, друзья, следующая неделя, это ключевая, потому что будет отправка уже машин в Берлин. Я на следующей неделе вылетаю, буду день в Минске. Потом у нас встреча с инвесторами в Германии, в Ганновере, то есть куда мы с Алексеем по очереди ездим. В прошлый месяц была его очередь ехать в этот, моя. Инвесторы из Бельгии, Голландии, Германии сегодня приходят самым активным образом. И я могу сказать, что сегодня европейские инвесторы уже в общем балансе инвестиций перевесили. Россия, Украина, Белоруссия, что случилось, что раньше казалось невероятным. Но это, друзья, уже абсолютный факт. И поэтому мы будем с ними вести работу. Потом мы вернемся с Берлина 25 сентября. И 30-го уже я, Алексей и Виктор Бабурин. Мы летим уже в Вену, где будем проводить уже большую европейскую конференцию в Skyway именно для наших инвесторов, для тех, кто... И там приходят, я могу сказать, уже очень крупные такие игроки и в сетевом бизнесе, и просто инвестиционные фонды. Вот. Поэтому работа активно идет, развивается. И естественно, что мы дадим все репортажи и я, и Алексей в перископе с Инотранса с Берлина. Будет специально у нас там два корреспондента, которые будут брать у всех интервью, кто будет подходить, будут записывать. Поэтому все, кто, друзья, будет следить, вы получите самую расширенную информацию, самую полную информацию о том, что там будет происходить. Какие будут отклики, какая будет реакция. Ну и, соответственно, друзья, абсолютно точно можно сказать, что это будет новый шаг в развитии мировой транспортной индустрии. Все, друзья, давайте я еще в конце буквально три слова скажу после того, как свою точку зрения выдаст Алексей. Алексей всегда дает свой очень интересный оригинальный взгляд на все, что происходит. Вот. Это вице-президент Международной ассоциации практикующей футурологии. Вот. Человек, который знает о будущем столько, сколько, наверное, не знает никто. Алексей. Ну, на самом деле, дорогие друзья, хотелось бы остановиться вообще немножко в историю удариться. То есть для тех, кто присутствует в первый раз, чтобы у вас сложилось понимание вообще, вот каким образом ранее изобретения, которые уже прочно вошли в обиход нашей поседневной жизни и каким образом они развивались. То есть это Сергей Анатольевич отметил про авиацию, про братья Фрейд. Причем, как бы, примерно 30 лет не писали вообще у них особо вот так вот серьезно, то есть не признана была абсолютная технология. И четыре года вообще журналисты к ним не приходили. То есть только в 1906 году, вот в 1903 году совершили полет и в 1906 начали приходить первые журналисты. И давайте проанализируем на самом деле, помимо братьев Фрейд, вообще вот кто встречался с таким непониманием. То есть многие изобретения, они кажутся настолько очевидными, прорывными, вот допустим, в воздухоплавании, чем, ну, открытие, допустим, как какого-то прорыва в генной инженерии и так далее. То есть он нам не видит, мы не можем его пощупать, посмотреть, собственно, вот с медицины тоже стартап Элизабет, сейчас вот не вспомню, как, Элизабет Холмс, Элизабет Холмс, стартап Тиранос, это вот как бы анализы из капли крови. И никто не видел на самом деле вот этого изобретения ее, но уже более миллиарда долларов было инвестировано в этот проект. И никто до сих пор не знает вообще, это пустословие, либо это действительно прорывная технология. Ну и помимо братьев Фрейд, то, естественно, как бы с этим сталкивались и другие изобретения, дорогие друзья. То есть это и Белл, который предлагал в свое время Western Union использовать изобретение, то есть электрический телефон, на что представители телеграфной компании сказали, что у нас же есть телеграф, у нас же есть то средство, которое мы сейчас используем. Зачем нам ваша электрическая игрушка? То есть у вашего телефона, наоборот, много недостатков, которые не позволяют абсолютно рассматривать его в качестве изобретения. И таких примеров, дорогие друзья, очень много. Взять тот же изобретение Генри Фордом, то есть все мы прекрасно сейчас знаем и пользуемся каждый день автомобильным транспортом, автобусами, троллейбусами и так далее. Но ранее Конгресс США издал вообще особый меморандум, то есть который говорит о том, что вот эти вот повозки, приводимые в движение двигателя внутреннего сгорания, использующие бензин, смогут угрозу наносить на улицах и дорогах города, отравлять воздух. Поэтому будет издан специальный указ. Генри Форду потребовалось 20 лет, чтобы переубедить общественность. Думайтесь в эти цифры, 20 лет. Ну и на самом деле многие изобретения вплоть до биржи, они также не то, что биржи, а индексы, то есть показатели индексов. В 90-х годах тоже показатели индексных фондов были недопоняты и отрицались. Солнечные батареи также отрицались, дорогие друзья. Несмотря на то, что в 70-х годах на крыше Белого дома были установлены солнечные батареи, о них никто не знал. И та самая технология 3D принтеров, которую мы также будем активно, дорогие друзья, использовать. И вы не представляете, насколько активно, насколько вот те роботы, которые тот искусственный интеллект, который сейчас готовят. Но не тот искусственный интеллект, о котором говорят сегодня крупнейшие 5 корпораций. Это Google, Apple, Facebook, Alphabet и Amazon. Это немножко другой искусственный интеллект, который позволит нам действительно строить SkyWay с огромными скоростями по всему миру. И как раз таки первые семена, которые сейчас произрастают в виде 3D принтеров, которые печатают мосты. То есть есть реально такие 3D принтеры. Но сама технология была заложена, дорогие друзья, еще в 70-х годах. В 70-х годах руководитель компании 3D Systems, не в 70-х, а в конце 80-х. То есть, кстати, вот очень примечательно, в конце 80-х годов была продемонстрирована технология Spaceway на международной конференции по неракетной индустриализации космоса. И в 89-м году также руководитель компании 3D Systems рассказал о первых 3D технологиях 3D печати, 3D принтерами. И все это сводится к тому, что проходят все технологии, которые являются прорывными. А какие технологии являются прорывными? Прорывными являются те технологии, которые нам на сегодняшний взгляд непривычны. То есть, вот вдумаемся, к примеру, 2 поколения, то есть кнопочный телефон и смартфон. Прошло менее 10 лет. Ранее использовали все кнопочные телефоны, не использовали интернет. И на самом деле смартфонам пришлось значительно проще, потому что вид фактически такой же. То есть, добавили интернет, добавили более крупные дисплеи, добавили различные мобильные приложения, добавили сенсорные экраны и так далее и тому подобное. А у нас же вообще, у нас совершенно другая технология, кардинально отличающаяся от традиционного автомобиля. Соответственно, эти этапы проходят все технологии недопонятые, но обязательно мы придем к мощнейшей капитализации, о которой все говорим. Обязательно настанет время, причем это не какие-то там 10 лет, когда действительно то, что вы видите в личном кабинете сейчас, те пакеты обязательств, которые в будущем станут серьезными активами, серьезными акциями. Уже станут один к одному и не просто один к одному, они могут стать один к пяти, один к десяти, а могут стать один к сотне и даже более. То есть, каким будет это увеличение? Не очень много вопросов задают и мои партнеры и в ВКонтакте, и в Скайпе. Часто вот один и тот же вопрос, когда мы один к одному сможем, собственно, продать наши акции уже на тот момент. Я отвечаю единственным образом, которым я могу ответить. Я говорю, могу только предположить, спрогнозировать, это будет моя личная точка зрения, но точно я знать не могу и не имею права. Точно узнает только рынок, рынок ближайшего будущего, который мы сейчас и создаем. Рынок транспорта второго уровня. Какие семь этапов проходит технология? То есть, вначале о продукте никто ничего не знает, затем его считают глупым, затем, соответственно, его понимают, уже не считают глупым, но все равно палки в колеса вставляют и считают бесперспективным. Затем воспринимают как игрушку. Ну, такую игрушку мы как стратегию создали юнибайки. То есть, вначале чиновники воспринимали как игрушки, но они не представляют, что юнибайки будут как раз-таки использоваться на уровне смартфонов. То есть, тот чиновник, который воспринимал игрушку, как игрушку будет сам приобретать, будет следить за новым поколением юнибайков, какими-то фишками, нововведениями и будет заменять, потому что, скорее всего, модульная будет конструкция у юнибайка и внутренности можно будет менять, не приобретая новый юнибайк. И, соответственно, потом этим продуктом начинает пользоваться более-менее активно, а потом просто не представляет себе жизнь без этого продукта. То же это все прошли вот те технологии, о которых мы говорили. То есть, электричество, радио, телефон и многое-многое другое. Вот на пьедестале подобных технологий, даже выше, мы считаем именно технологию Skyway. Именно поэтому я занимаюсь этой технологией более 2,5 лет. Я отложил все свои дела и, как бы, благо, что мой бизнес работает на полуавтомате, это вот агенцию языковых переводов. Благо, что на тот момент я нигде на наемной работе не работал, потому что, скорее всего, мне пришлось бы уволиться с этой работы, потому что бизнеса и занятия более перспективного я на сегодняшний день не нахожу. И если говорить про концепцию транспорта второго уровня, то, дорогие друзья, мы на сегодняшний день являемся той компанией, которая опережает действительно все и всех в этой области. То есть, пронеслась новость. Вот недавно это был автобус второго уровня. То есть, вот это чудище китайского производства. Но не молодцы, конечно, за два года создали такое тоже инженерное сложное сооружение. И сейчас индийцы представляют поезда C-Train, которые будут летать над городом. То есть, это конкурс выиграл индийский инженер, конкурс MIT Climate Collab, то есть, его разработка Caterpillar Train, то есть C-Train. И утверждает, что поезда C-Train будут летать над городом. Ну, посмотрите эту статью. На самом деле идея правильная и так далее, но когда это будет реализовано и, собственно, каким образом это будет реализовано, мы уже не просто сделаем первые прототипы, они уже у нас есть. То есть, модели один к одному, первые промышленные образцы, они уже есть. У меня не терпится увидеть это все вживую. Искренне завидую Сергею Анатольевичу, что он 14-го поедет через Минск. То есть, одно время даже планировал сдавать билеты, но Аэрофлот вот тоже вот как бы компания, погромные пошлины, приходится нести штрафы со стоимостью фактически целого билета. Это, кстати, с Transnet сведением тоже не будет. То есть, сотрутся границы, сотрутся визовые, паспортные контроли и так далее. Это просто станет не нужно. Но это из разряда футурологии. И посмотрите вот эту статью. То есть, это говорит о том, что тренд транспорта второго уровня, он нарастает. Уже начинает понимать инженеры, изобретатели и так далее. И с интересом тоже онлайн-обозревателям иностранным. Сейчас вот я связь по Инстаграму поддерживаю. Отправил им сегодня информацию. Посмотрим, как выйдут. И я не удивлюсь, если они захотят о нас написать, потому что, ну, по переписке считается, что они удивлены, что такая технология. Они о ней ничего не знали. И для нас это хорошо, что о нас не знают. Для нас хорошо, что о нас не пишут, потому что мы выносили дитё. Не будет совершен никакой выкидыш и так далее. Никто нас не столкнет с лестницей. И, собственно, наша технология не выплеснется. Мы доносим её до конца. И уже доносили, можно сказать. То есть, один к одному у нас есть. Всё это поедет, соответственно, уже до конца зимы 2016 года. Ориентировочно ноябрь. И, соответственно, всё будет увидено уже в движении. У Citrain, когда это поедет, я не знаю, дорогие друзья. Ну и, собственно, посмотрите технологию. То есть, там совершенно иная технология. Там не опоры, там такие арочные опоры, которые вроде как и не изменяют облик города, но абсолютно не функциональны, на мой взгляд, потому что арка. А арка, на мой взгляд, почему не функциональна? Потому что опоры более функциональны. И об этом Родхук подтвердил. Так как опоры могут использоваться в существующей инфраструктуре, так же, как и электрические фонарные столбы. И, собственно, создавать, дополнять инфраструктуру существующего города. Ну и я не говорю уже о городах нового типа, линейных городах. Если говорить про Hyperloop, дорогие друзья, то тоже тут такая вот ситуация. И многие издания, в том числе иностранные издания, я вам сброшу статью непосредственно от иностранного издания. Почитайте тоже, я не буду её пересказывать. То есть, у Hyperloop тоже сейчас проблема. Они отстают от графика. И за три года они, ну, очень на малые этапы продвинулись. Собственно, если говорить про нас, то на то финансирование, которое у нас есть, то мы продвинулись настолько, насколько возможно было это вообще. И у меня были, искренне признаюсь, сомнения, что будет собрано вообще научно-производственное конструкторское предприятие. Я развивал именно как идею, когда в 2014 году ничего не было. Но когда было собрано научно-производственное конструкторское предприятие, я понял, что нигде в другой стране на тот момент, как в Республике Беларусь, так как там серьёзная инженерная и техническая школа, и Анатолию Эдуардовичу намного комфортнее и быстрее работать без каких-либо передатчиков и так далее, перезвонов в виде переводчиков, которые у нас были в Литве, с русскоговорящими специалистами, взращивать, взращивать их потенциал, в том числе давать такие объявления. И в онлайнере тоже придрались к этому, что без опыта работы. Дорогие друзья, современные вообще корпорации, современные продажники, да и что говорить, я тоже без опыта работы поступил на работу в одной из крупных корпораций по расходометрии и так далее, по уровням, мерам. И у меня не было никакого опыта работы, у меня были только языки, у меня был небольшой опыт, ну как небольшой, опыт продаж в технической сфере, от которой я поступил, у меня вообще опыта не было. То есть это наоборот лучше, когда с чистого листа человек начинает мыслить, его взращивают, в него вкладывают время, обучение и так далее. Соответственно, он останется в этой корпорации работать, потому что ничего лучше он, скорее всего, не найдёт. Ну, лучше Skyway в этой сфере, я не знаю, что лучше найти. Действительно, счастливчики, те инженеры, которые работают на сегодняшний день в корпорации Skyway, получают некий опцион и, собственно, это не мудрено, так как и разработчики Microsoft, разработчики Google, Apple, сегодня достаточно небедные люди, работники, которые начинали работать, и у них есть акции, и, собственно, и у наших инженеров также будут акции. И, естественно, заинтересованы в работе они неимоверны, потому что такой технологии нет. Если говорить про управление, про отсев, то настолько жёсткий, потому что могут выдержать, дорогие друзья, только самые профессионалы и самые ответственные, самые изобретательные люди. Вот, собственно, вот таких людей более 200 человек сейчас и работают. И создают ту технологию, которую обычно создают тысячи. Если сказать про онлайнер, мой взгляд сверху, так скажем, опыта своего с 2011 года в интернете и так далее, предпринимательстве, я проанализировал, посмотрел, о чём писал вообще онлайнер. То есть они вначале писали про Kairos, то есть это пирамида, которая прикрыта, ну, на мой взгляд, пирамида, которая прикрыта хранением пространства на компьютерах пользователей и так далее. Про различные проекты, про также вот OneCoin сейчас их попросили, вот в комментарии я все прочитал, настолько бредовые комментарии, настолько люди, даже которые вот не засланы, они настолько начинают мыслить в виде толпы. А когда человек начинает мыслить в виде толпы, я вам также сейчас сброшу очень интересное своё видение по статье и постараюсь выйти на связь с этим человеком. То есть это Влад Мартынов, новый редактор хай-тек, очень нравится мне этот обозреватель, очень много интересного там черпаю. Но с другой стороны, все вот эти вот обозреватели русские, они в основном являются переводчиками и они адаптируют те новости, ту литературу, которая на иностранном пространстве уже сформирована. То есть почему-то пока что про Skyway они не пишут, но зато пишут RGD-партнёр, зато пишут многие другие издания. В разделе СМИ вы можете это увидеть. То есть у нас есть целый раздел СМИ, который я сбрасывал выше. И если говорить про видение, вот про статью тоже посмотрите, Влад Мартынов говорит очень правильные вещи, чтобы технология сформировалась. Вот это уже если говорить об идеологии. Когда я был ещё в Skyway Invest Group в качестве директоров, и мы сотрудничали с Сергеем Анатольевичем, я планировал вводить именно такую вот... У меня даже презентация есть, время дойдёт до этой презентации, её немножко адаптировать сейчас надо. Презентация по идеологии. Влад Мартынов сказал такую вот очень важную, правильную вещь, что технология будет внедрена в России только когда будет создан правильный эмоциональный настрой тех людей, которые поддерживают эту технологию. А у нас сейчас правильный эмоциональный настрой, дорогие друзья, он формируется нашей инвестпроводящей системой, которая в свою очередь накладывается на сеть адресных проектов. И сеть адресных проектов наложится вообще уже на сеть линейных городов. Это города нового типа, это инфраструктура нового типа. Это ближайшее будущее, которое нас ожидает. И в этих городах мы будем жить, они будут строиться очень быстро. Это вот как бы наше личное мнение с Сергеем Анатольевичем. И действительно, как бы Влад Мартынов в этом прав. Так вот, дорогие друзья, наша с вами заслуга состоит в том, что сегодня мы этот эмоциональный настрой, чтобы технология SkyWay появилась на территории Российской Федерации и формируем. И, собственно, я много аналитики сейчас анализирую, так как все боятся выборов, что произойдет после выборов в Госдуму и так далее. Что будет с рублем, что будет с долларом, насколько взлетит доллар и понизится рубль. Это покажет время, но много аналитики и многое истории показывают, что когда набирается критическая масса людей, определенных поддерживающих технологий, то уже не остается выбора и технологию просто принимают. Это произошло и с теми технологиями, которые я описывал, дорогие друзья. И это обязательно произойдет и с нашей технологией. Потому что, действительно, мы сейчас опережаем всех. Всех наших конкурентов мы опережаем. Это стоит признать. Но в любой момент нас могут обогнать, если мы затормозим. То есть это марафон, который мы все с вами бежим. И несмотря на то, что мы выдыхаемся, и мы все люди, у нас у всех обычная жизнь, все равно к нам присоединяются новые страны. И, собственно, от наших коллег-словаков огромная делегация новозеландцев приедет на инотрансы. И что говорить, недавно с бельгийцем познакомились. Огромнейший опыт, вы не представляете. Сейчас не буду говорить, но я был удивлен. Это доллары в миллионер и так далее. Именно в сетевом бизнесе. Это человек, который инвестиции серьезные привлекал. Он сам вышел и сам начал спрашивать и приедет на инотранс. И сегодня, дорогие друзья, действительно такой этап. Этот этап будет увеличиваться. Всех приглашаем на инотранс. Ну и одновременно также приглашаем на наш телемост, который состоится 10 сентября. Чуть попозже я ссылочку сброшу. Ну вот такое вкратце видение мое. Иногда, собственно, Сергей Анатольевич ведет полностью вебинары. Если куда-то я в отъезде нахожусь, не доступа до интернет. Иногда я. Но сегодня мы вместе рассказали вам видение по онлайнеру. И по популярной механике, кстати, я хотел бы остановиться. Делал опрос вообще, дорогие друзья. Я рекомендую популярную механику. Я сам приобрел вчера, сам приобрел несколько журналов. И действительно там статья с 68 по 3 разворота. Соответственно, вот первый разворот. То есть полет на струнах. Отличное качество полиграфии. Издается в более чем 60 странах. И, собственно, это интернациональный журнал. И, собственно, я задавал вопрос, спрашивал у своих знакомых. Те, кто вообще сейчас не принимает участие в проекте. И, слушай, вот как бы по технологии, которую я развиваю, написала популярная механика. Ты в курсе этого журнала? И более 70% даже люди, от которых я не ожидал, ответили, да, очень классное, популярное и интересное издание. Поэтому скупайте, сметайте полки, потому что это замечательный инструмент, который пополнил наш арсенал боевой в маркетинговых войнах. Ну и сейчас, как выясняется, достаточно идиотских, я бы сказал, и тут люди просто на такие грабли наткнутся. Вот таких вот деятелей, как... Да, Алексей, спасибо. Я думаю, очень, как бы, интересно и полезно ту информацию, которую Алексей дал. Поэтому, действительно, как бы сейчас очень такая серьезная, напряженная, как он сказал, марафонская гонка. Она началась и конца она иметь не будет. Тут вот Александр Сминска пишет, что онлайнер еще и компенсацию за моральный ущерб. Друзья, обязательно будем требовать, потому что они реально нанесли бред, реально нанесли ущерб. И моральный, то есть обозвав и таким образом показав. И самое главное, что, друзья, вот эти комментарии, которые они показывают о том, к чему они людей призывают. Потому что вот статья, которая вышла в популярной механике, это абсолютно научная, позитивная статья, которая показывает о разработках. И люди, которые ее читают, максимум, что они могут подумать, ну, дай бог, чтобы у этих ребят что-то получилось. Если не получится, значит, есть на это какие-то причины. То есть это вызывает определенные, ну, скажем так, положительные мысли. А статья, которая в онлайнере, она просто провоцирует людей на то, чтобы накол посадить, отобрать, сжечь и так далее, и так далее. То есть уничтожить, ограбить, отобрать. То есть, и вот эта мысль о том, что мошенники, всех обманывают, соответственно, ничего не делают, 30 лет вешают лапшу, и так далее, и так далее. И здесь, когда начинают говорить, что, друзья, вот год назад получили землю, и через год сюда вложено. То есть, а такая цифра, которую Юницкий произносил, что сегодня ЗАО «Струнные технологии» – это третий по величине инвестор, привлекающий иностранные инвестиции в Белоруссию. Об этом эти деятели, ни одним словом, хотя Юницкий им об этом говорил, они об этом просто забыли написать. Там было сказано, что, ну, правда, рабочие места, правда, налоги платят, правда, там еще что-то делают, но это все равно мошенники. Понимаете? Так вот, за это надо отвечать. За заказные статьи, которые заказаны подонками, за это надо отвечать, потому что они работают на них. И, соответственно, мы реально зададим вопрос, если вы хотите уничтожить, закрыть и выгнать из Белоруссии, а сюда готовы прийти сотни миллионов долларов инвестиций уже в этом году, значит, соответственно, друзья, какие-то цели вы преследуете даже не для Белоруссии, не говоря уже про технологию Skyway. Поэтому давайте зададим в суде этот вопрос и услышим какие-то вопросы. Поэтому будут, друзья, обязательно, я говорю, такие вещи безнаказанно оставлять нельзя, потому что, иначе, если оставишь это безнаказанно, завтра каждый начнет выступать и делать. И вообще просто само по себе цивилизованное общество и цивилизованное подразумевает, что есть определенные законы. И если есть нарушение закона, что на данный момент просто присутствует, то, наверное, за это надо отвечать. И здесь, друзья, опять же, то, что Алексей всегда говорит на своих презентациях, и мы всегда это делаем. Так, сейчас еще раз вот этот вот идиот выкинем. Потому что какой-то он ползучий, так сказать, не как успока... Обычно к середине вебинара, когда видят, что это самое выкидывают, они обычно перестают влезать. Но тут вот какой-то уж очень... Ну, это говорит о том, что, друзья, ну, человек на зарплате получает деньги, так сказать, поэтому он начинает влезать и делать, так сказать, и все-таки не... Ну, тролль, как-то... Ну, тролль это, когда, я все-таки считаю, тролль это состояние души, когда люди что-то делают. А когда человек проплаченный, засланный... Ну, это самое, засланный казачок, который отрабатывает свою зарплату, его задачи всегда портит. Так вот, друзья, то, что сегодня, вот мы всегда говорим на вебинарах, и Алексей, у него такая уже сложившаяся фраза, что что бы это все стоило, или наши работы, наши разговоры, наши картинки, если бы в данный момент, в три смены, круглосуточно не велось строительство, не велась работа в цехах по изготовлению подвижного состава, не готовились испытания и, соответственно, представления в Берлине. И здесь, друзья, как раз всегда после этого переход, что это мы с вами создали инвестпроводящую систему, мы с вами создали краудинвестинговую площадку, которая позволяет всем желающим прийти, поучаствовать в проектах. И здесь как раз вопрос, знаете, вот когда была одна из... не одна из первых, а первая конференция в марте 2014 года, и встает одна, в общем-то, пожилая дама, которая за 70 лет, она сейчас во всех наших конференциях, она очень активная, мы с ней переписываемся, общаемся. Вот, она задает вопрос, вот что я простая пенсионерка могу сделать? Я могу вам дать, там, ну, у меня две тысячи рублей, у меня больше нету, там, ну, могу по тысячу со своей, там, пенсии скудной откладывать еще, ну, вот что моя тысяча рублей для такого проекта, куда нужны сотни миллионов долларов, может сделать, которые... И, друзья, я тогда чисто интуитивно начал, ну, не то, что интуитивно, мы тогда создали, для этого мы создали краудинвестинговую систему, там, и так далее. А сейчас, друзья, я на цифрах могу сказать, что у нас сегодня активных инвесторов, кто хотя бы один раз инвестировал, а у нас большая клеяда, кто регулярно, каждый месяц инвестирует в серьезную сумму, Так вот, кто хотя бы один раз инвестировал, это больше ста тысяч человек, а зарегистрированных в проекте более пятиста тысяч человек. Так вот, друзья, когда объединив вот эти сто тысяч человек, которые сегодня хотя бы раз инвестировали даже вот по этой тысяче рублей, мы, друзья, с вами смогли создать то, что мы показываем, делаем, и то, что начинает реально работать, как демонстрационный образец, именно как эко-технопарк, который привлекает заказчиков, привлекает инвесторов, и начинает работать как полноценная, полноценная, именно уже венчурная структура. И мы с вами это, друзья, создали. Здесь уже не надо не говорить, будем, если, когда, это, друзья, уже создано, потому что идут уже последние приготовления к монтажу, уже в цехах заканчивается изготовление путевой структуры, и дальше, друзья, тут кроме народных денег, откуда, друзья, финансирование? Никаких других денег, кроме краудинвестинга, кроме инвестпроводящей системы, никаких других денег у нас на сегодняшний момент нет. Вот, поэтому мы ведем много переговоров с заказчиками, мы ведем много переговоров сегодня с потенциальными партнерами, есть предзаказы, но, друзья, они все ждут, и здесь как раз формула, никто не хочет быть первым, но из них никто не хочет быть вторым, потому что они не хотят упустить прибыль. Поэтому мы с вами то, что сделали за эти три года, мы взяли весь риск и разложили на сотни тысяч людей, которые готовы рискнуть и потерять небольшие инвестиции, но при этом, чтобы весь проект заработал. Из-за этого компания выплачивала и дает сейчас очень большие венчурные, именно венчурные дискаунты, которые при запуске проекта могут активно капитализироваться. Это, друзья, как раз и есть венчурность. И венчурность раскладывается из разных факторов, прежде всего технологического, который именно то, что зависит от команды Юницкого, как инженера, от технологической школы, которую он создал, это снять технологические риски. И эти риски как раз сегодня все дальше и дальше уходят. Они все равно будут присутствовать, потому что дальше, ну так же, как, друзья, демонстрация айфона, видите, сейчас идет уже демонстрация и готовится к показу, ну вот, седьмое поколение Samsung показал сейчас, айфон 7 уже тоже готовит, 7, 7+, вот, то есть это постоянно декларация новых возможностей, и здесь показ идет именно того, что может дальше сделать технологии, то есть то, что будет дальше капитализироваться. И то же самое будет в Экотехнопарке. Он начнет работу свою в октябре, а закончит, друзья, ну, я думаю, что через ближайшие 100-200 лет, когда придет следующий технологический уклад и будет следующая замена, потому что, ну, технологический цикл SkyWay где-то около 100 лет. Вот, поэтому сейчас он будет активно, активно... Так что, друзья, сегодня уже можно четко говорить, что та инвестпроводящая система, которую мы создали, она работает, она сегодня приносит свой результат, мы сегодня уже выходим на демонстрацию и на переговоры, такой, мы все увидели, что по рекомендации МИДа Белоруссии Виктор Бабурин презентовал технологию в Танзании, руководство Танзании и руководством восточно-африканских стран. Сейчас ведутся переговоры и готовятся визиты уже в Боливию именно для запуска месторождения, готовятся визиты сейчас в Монголию, в Вьетнам. Ну, в общем, друзья, вы меня просили, как-то перечень стран, где сегодня работа. Это, друзья, предварительная работа, она ведется сегодня в десятках и десятках стран, и развитых, и развивающихся, и на всех континентах, поэтому эта работа идет, вот, и рано или поздно она начнет приносить свои результаты, естественно, по мере того, как будет готова демонстрация. И мы с вами сегодня делаем основную работу, мы с вами делаем сегодня основную тяжесть, которая при запуске любой технологии, это подготовка опытных образцов. И, опять же, если апеллировать вот к этим деятелям с онлайнера, которые говорят, вы сначала покажите, а потом привлекайте, здесь вопрос, а показать на что? На личную пенсию инженера Юницкого, который будет строить. Здесь как раз, друзья, и краудинвестинг создан для того, чтобы собрать большое количество инвесторов, разложив риски, создать демонстрационные образцы, для того, чтобы уже потом сюда приходили крупные заказчики, инвесторы. И именно это мы делаем, это и есть работа венчурного фонда. Вот, про государство, которое нам говорили, мы показали пример, у нас есть пример работы в России с государством, когда после поддержки президента уничтожили демонстрационные образцы. У нас есть поддержка мэра Шауляя и конфликт с президентом Литвы, тоже по определенным причинам. И поэтому мы сейчас абсолютно удовлетворены той работой в Белоруссии, которая сегодня идет. Это позиция нейтралитета, наблюдения, когда власти Белоруссии просто смотрят и говорят, у вас получится, вы будете молодцы. Не получится. И для нас очень большое сегодня подспорье, это то, что не мешают. Во всяком случае, пока не мешают. И это, друзья, как раз такой, но очень серьезно наблюдают, я могу сказать. Хотя бы потому, что они очень следят активно за нашими визитами, кто к нам приезжают. И чем выше уровень людей, которые приезжают, смотрят, тем больше, скажем, такой интерес к технологии. Но сейчас, я абсолютно уверен, пока не будет всемирной поддержки, власти Белоруссии не выскажут никакой позиции по поводу Skyway. И это абсолютно правильно. И это нас абсолютно устраивает. Поэтому здесь мы говорим, что мы работаем на свой страх и риск, мы работаем с краудинвестингом, мы работаем напрямую с инвесторами. И у нас подход такой, друзья, что без лоха и жизнь в лохах приносят краски в наших встречах таких... Да, Олег, абсолютно верно. Я говорю тут, просто я почему их выкидываю всех из чата, потому что, если бы они просто писали и, как бы, ну, скажем так, просто, ну, какие-то там свои высказывания, это одно, когда начинают откровенно хамить, писать матами и откровенно, то это, конечно, ну, просто нет. И вот таких я удаляю, как бы, чтобы они здесь не мешались. А так, друзья, опять же, понимаете, в чем разница, вот, допустим, в Перископе трансляция и сейчас на веб-комнате. Здесь в основном собираются единомышленники, вот, здесь собираются люди, которые хотят получить информацию. И это уже как встреча с друзьями, с теми, кому надо дать дополнительную информацию, о котором надо акцентировать. Вот, мы с Ленинским обсуждаем какие-то вопросы, чтобы именно акцентировать, чтобы понимали несколько более развернутую информацию, что-то прокомментировать, что идет в Экотехнопарке или в развитии проекта, вот. И это уже встреча, ну, как бы, там, с союзниками, с соратниками, вот. Вот, а такие, друзья, естественно, влезают для того, чтобы помешать, расстроить этой работе, вот самое. Но здесь никакого там у нас ни страха, ни, там, нету, вот, даже когда пошли пугалки, что мы там вас сейчас отправим в правоохранительные органы, там, еще, друзья, мы с ними общаемся так много и так регулярно. Вот, я могу сказать, за нами так смотрят под микроскопом, вот. Поэтому здесь, вот, даже я могу сказать, что те, там, наши спецслужбы, это самое, то есть, ну, когда мы начали вести переговоры с американскими фондами, с канадскими фондами, с израильскими фондами, с французскими фондами, вот, они вроде как вопрос, а как вы это расцените, почему вы с ними ведете переговоры, вот, на что я ответил, друзья, эта дорога нужна всем. И вы что будете против, если российская, белорусская технология будет строиться там, то есть, от вас поддержки нет никакой. И, соответственно, вы пока не мешаете, на этом уже спасибо, вот, так сказать. Но давайте, это международный проект, он будет развиваться по международным законам. И абсолютно, как бы, здесь все устраивает всех, и мы четко говорим, что эти проекты пойдут во всех странах мира. И что это не странно, это самое-самое главное, что цель должен гастролировать. Вот, поэтому, друзья, давайте, что мы вплотную сейчас подошли к следующему, не этапу с точки зрения нашего технологического развития и именно стоимости акций, котировки акций, а именно к принципиальному позиции, что мы заявляем о том, что мы есть, о том, что мы сделали. И мы вправе, друзья, этим гордиться, потому что это только благодаря вот таким активным людям, как Алексей Суходуев, там, Люба Хлебникова, который всегда, там, Латюк Валера, там, что, где-то горст. Но я могу называть, я знаю, что сотни людей в это время, которые активно работают и с самого начала с нами. Вот, соответственно, вот, благодаря таким людям, их интуиции, их риску, их желанию помочь проекту, мы с вами дошли до той стадии, на которой сейчас находимся. И дальше уже, ну, мы много сейчас проектируем и планируем, как дальше будет работа, создание собственного инвестиционного уже фонда. То есть сейчас он работает именно на венчурной основе, дальше мы будем выходить уже как именно инвестиционный фонд, но это именно уже с работой и запуском адресных проектов. Мы будем работать уже от создания своей платежной и банковской системы, от создания своего производства, от запуска еще венчурных проектов, потому что инженерная школа, которую создавал Юницкий, она сегодня разрабатывает целую группу технологий SkyTech. Конечно, локомотив из них и самая крупная – это Skyway, но есть еще очень и очень много интересных технологий, которые капитализируются с эффектом не меньше, чем Skyway. Поэтому мы также будем предлагать еще и венчурную краудинвестинговую, именно свою платформу, исходя из того, что если мы с вами запустили Skyway, то мы запустим еще ряд технологий. К нам уже потянулись ряд изобретателей, которые предлагают и технологии, которые можно использовать в Skyway, и технологии, которые можно выводить по принципу, соответственно, краудинвестинга. Все это, друзья, развивается, работает. Поэтому давайте все, кто с нами, я благодарю за эту работу. В сентябре из Ганновера, из Берлина будут обязательно наши репортажи, поэтому смотрите, будете в курсе всех событий. Вечером у нас с Алексеем точно так же вебинар в 19 и в 20 часов – это для европейской части. Поэтому, друзья, активно работаем, активно развиваемся, готовимся к и Берлину, и потом уже Марьиной горке на пуску, и готовимся к следующему этапу работы, который, конечно, не за горами, и будет очень и очень интересно приносить не только моральные удовлетворения, но и материальные. Все, друзья, строй Skyway, спасай планету. До вечера. Субтитры сделал DimaTorzok